Мы должны поговорить с вами о капитализме. Проблема уже в том, что мы даже уже не говорим капитализм, мы говорим свободный рынок, социальная рыночная экономика. Мы уже не говорим убийцы, а говорим лишающие жизни. Это звучит гуманней. Но не важно, как вы это называете, важно, что это такое. Мы должны называть это капитализмом. Это экономический строй, в котором мы живем. Это экономический строй, в котором деньги могут зарабатывать деньги. Проценты и суммируемые проценты. Деньги, которые зарабатывают деньгами, у нас облагаются 20% налогов. Деньги, которые зарабатываются трудом, до 44%. Как вы видите, деньги важнее труда. Проценты и суммируемые проценты делают возможным то, что одна маленькая часть населения становится все богаче, а другие становятся все беднее. Это так называемые ножницы, которые открываются все дальше. Это автоматизм в этом экономическом строе. Об этом людям всегда было известно. И поэтому раньше во всех религиях были запрещены проценты. В исламе это и сегодня так. Исламские банки, которые подчиняются закону шариата, не могут брать проценты. Они могут совершать сделки, но проценты брать запрещено. В христианском мире запрет процентов действительно существовал, но это было очень давно. А потом настал день, когда христиане стали католиками. Проценты разрешили, а капитализм допустили как вторую религию. А сегодня это наша основная религия. И это именно то, что им удалось сделать. Они умудрились экономическую систему сделать заменой религии. Люди на Западе потеряли веру во все. Но они верят без сомнения, что капиталистический строй на долгие времена для всех людей в мире выгоден. Лучше бы они опять стали верить в пасхального зайца. Но это то, что так замечательно, если что-то становится религией. Это нельзя больше обсуждать. Это вовсе не нужно понимать. В это просто нужно верить. И капиталистическая религия устроена так, что одни могут на этом заработать, а другие должны просто верить. Боги в религии капитализма – это экономический рост и продуктивность. Против этого даже нельзя и слово сказать. Если что-то против этого сказать, то тебя сразу считают идиотом. Без экономического роста же вообще нельзя. Вы же знаете, бесконечный рост – это сложно, спросите Раймуда Кальмуда. Просто нужно всегда к нему стремиться. Второе – это продуктивность. Все меньшим количеством людей и в более короткие сроки все больше и больше производить. И мы этим восхищаемся. Я хочу вас спросить, откуда у нас такая мысль? У природы мы точно не могли этому научиться. Природа, она не продуктивна, она расточительна. К примеру, лев. Он охотится на антилопу, потом он ее ест, пока не насытится, потом ложится на травку и говорит «Блин, как это было вкусно! Как же мне хорошо!» И ждет, пока он опять проголодается. Он же никогда не додумается до того, чтобы сказать «Так, я сейчас затратил 15 минут на поимку антилопы, если я потороплюсь, то я поймаю еще пять, тогда могу завтра взять выходной». Лев же не дебил, он же не экономику изучал. В отличие от экономиста, Лев знает совершенно точно, если он сегодня поймает пять антилоп, он не сможет завтра взять выходной. Ему нужно будет делать холодильник, чтобы их хранить. И охранять тоже придется. А в следующее выходное ему нужно будет побеспокоиться об электроэнергии для холодильника, потом построить дом, и это уже никогда не закончится, и Лев больше никогда не сможет лежать на солнышке и сказать, как прекрасна жизнь. И только человека, у которого в принципе уже все есть, можно убедить в том, что ему нужно ловить еще больше антилоп, чтобы он каждый год мог позволить себе самую новую модель холодильника. Потому что это именно то, что делает нас людей счастливыми. Не на травке лежать, а потреблять. Потребление делает нас счастливыми. И это и есть капитализм. Человек покупает ненужные вещи, за деньги которых у него нет, чтобы удивить тех, кого он терпеть не может. Экономический рост в Европе, Азии, США мы последние 30 лет финансировали долгами. Теперь у нас долговой кризис. И как вы хотите из него выбраться? Посредством экономического роста. Ведь другого система даже и не знает. Как вы хотите новый экономический рост финансировать? Вы слышали такую песню «В ведре эта дырка»? Но это еще не все. Мы десятилетиями верили в то, что нужно набирать долги, чтобы стимулировать рост экономики. А сейчас Меркель выяснила, что экономический рост можно стимулировать посредством экономии. Не-не, не у нас. Но зато в Греции, Испании и Португалии. Для этого метода нужно, чтобы было достаточно тепло. Вот это волшебное слово. Это самая лучшая оговорка, которую я слышал по радио. Долговой тормоз. Это наше спасение. Что тормозит долговой тормоз? Конечно же, долги. Так же, как ваш ручник тормозит руку. Меркель говорит, что страны Юга Европы должны стать конкурентноспособными. Они должны стать таким же, как мы. Мы же пример для всех. Германия же чемпион мира по экспорту. И мне кажется, что Меркель считает, что если все страны будут экспортировать больше, чем импортировать, то тогда все проблемы разрешатся. Видимо, семья Бекенбаура больше, чем мы предполагали. Конечно же, эти слова Меркеля, конкурентноспособности, говорят о глубоком убеждении немцев, что южные европейцы все лентяи. Мы же в этом глубоко убеждены, что они все только болтаются в гамаках. Они, конечно, в этом не виноваты. И, как сказал Сарацин, это все генетически обусловлено. Что же им остается, если они с этим гамаком уже рождаются? Мы, немцы, приходим в этот мир уже трудолюбивыми. Мы от природы трудолюбивые. Мы работаем, мы стараемся, трудимся. Если что-то рушится, мы сразу восстанавливаем. И весь мир всегда кричит, «Эй, тут что-то разрушилось, не могли бы вы заплатить?» Это глубокая уверенность немцев, неважно, что в мире случится, должны платить мы. В принципе, мы, немцы, единственные во всем мире, у которых все, что у них имеется, все это благодаря их трудолюбию. Я имею в виду, конечно, немцев в Западной Германии. Тут нужно уточнить. Когда убрали стену, мы же о восточных немцах также рассуждали, как сегодня о греках и испанцах. Посмотрите, как у них там все выглядит. Так же раньше говорили. Чем они там все годы занимались? Здесь же все было так же разрушено после войны. Мы все города восстановили. А чем они там занимались? Их города выглядят хуже, чем на юге Италии. К тому же еще и плохая погода. Да, бедность с плохой погодой немцы вообще не любят. Вот бедность при 40 градусах в тени, вот тогда немец охотно летает туда в отпуск. Миф о том, что только немцы такие трудолюбивые, рушатся на глазах во времена глобализации. Оказывается, что китайцы вовсе не ленивые, и индусы тоже. Но это еще не все. Румыны хотят начать работать. Работать, это же вообще не их дело. Румыны, они же должны воровской шайкой бегать по лесу. Или мы делаем мобильники, а румыны их воруют. Ведь так мы договаривались. А тут они стали воровать целые фабрики. Нокия переехала вместе с фабрикой с Бохума в Румынию. Румыны стали конкурентоспособными. Я думаю, когда Нокия переехала вместе с фабрикой в Румынию, то в этот момент некоторые немцы западной Германии стали понимать, что Берлинская стена была нашим другом. Да, мы получали экономическую выгоду из-за Берлинской стены. В это сейчас никто не хочет верить. Наш экономический рост был в основном благодаря этой стене. Мы были страной с высокими зарплатами и с дешевым импортом. Исключительная ситуация. Стена защищала нас от дешевых рабочих рук и пропускала дешевый импорт. Идеальный фильтр. А мы могли насчет этого еще и повозмущаться. И не забывайте, нам ее бесплатно поставили. За ней все эти годы хорошо ухаживали. И когда хозяева стены... Когда у ГДР в 1983 году впервые появились серьезные экономические проблемы, что тогда произошло? Миллиардный кредит Штрауса. Полтора миллиарда марок для ГДР в 1983 году. Полтора миллиарда марок. Они на эти деньги протянули еще шесть лет. С семнадцатью миллионами заключенных. По этому примеру видно, как разумно там обращались деньгами. Если сегодня перевести такую сумму в Грецию, то она испарится еще по пути. Это же всего лишь семьсот пятьдесят миллионов евро. Семьсот пятьдесят миллионов убытков. Это было бы в банке Вест ЛБ удачным днем. Банки профукали тысячи миллиардов евро и смеют еще говорить о плохой социальной экономике в ГДР. Я бы сказал, что в ГДР был наш сектор дешевой рабочей силы. Да, они за копейки производили то, что у нас могли себе позволить простые люди и студенты. Икея производила в ГДР. Сегодня это всем известно. Они в этом публично признались. Тогда мы могли об этом только догадываться. Если бы Икея тогда производила в Западной Германии с нашими зарплатами, то они бы не смогли здесь ничего дешевого продать. Тогда мы уже догадывались. Эта дешевая мебель всегда была как типичный продукт ГДР. То не хватало дырок, то не хватало шурупов. Сегодня мы можем это все объяснить. Сегодня нам известно, что фармацевтическая промышленность тестировала на наших братьях и сестрах медикаменты. Ведь для того, чтобы медикаменты разрешить для людей, их нужно на ком-то протестировать. Утром они тестировали медикаменты, а вечером делали мебель. Все сходится. Вся бытовая техника из каталогов Отто и Неккерман, холодильники, стиральные машинки, марка Привилек. Это производили в ГДР. Все это было с ГДР. Дешевые джинсы для ЦНА. Даже пластиковые пакеты для Альди они производили в ГДР. Братья и сестры за кусок хлеба это производили. У нас эти товары могли себе позволить студенты малообеспеченные, а в ГДР люди не могли себе этого позволить. Ведь все, что они зарабатывали, шло на содержание своей собственной тюрьмы. Можно сказать, что в Германии уже давно были работники за 1 евро в час. Только раньше нам из-за этой стены их не нужно было видеть. Сейчас их интегрировали. Если отнять от 17 миллионов граждан ГДР детей и стариков, то получится примерно 13 миллионов. И это именно столько, сколько в Германии работают на низкооплачиваемых работах. Это и есть правда о капиталистической экономике. Это по-другому не работает. Капитализм для всех невозможен. Это же как лотерея. Там может каждый стать миллионером, но не все. Если вы за 38 евро летите на Майорку, то кто-то же должен за 1 евро в час мыть туалет и убирать в самолетах. По-другому это не работает. Было невозможно жизненный уровень 17 миллионов наших братьев и сестер поднять до наших стандартов. Уравнивание шло не так, а вот так. До падения стены мы были страной с самыми высокими средними зарплатами в Европе. Теперь мы страна с самым низким средним заработком в Европе. С 91-го мы скатились. Так как это было в ФРГ, так не могло быть для всей Германии, а тем более для всей Европы. Греки и испанцы, они свято верили в то, что если они наберут кредитов и будут работать, то они станут жить как немцы. Это заблуждение. И то, что не получилось в Европе, тем более невозможно для всего мира. Если быть честным, для этого недостаточно даже ресурсов. Это наша планета не может позволить. Наш жизненный уровень для всех. Простой расчет. Если посмотреть, то страны бывшей Большой Семерки, хотя они уже опять вернулись. Восьмерка провалилась. Бывшие страны Г-7 это США, Канада, Япония, Германия, Англия, Франция и Италия. Это страны Большой Семерки. Это примерно 800 миллионов человек. И они расходовали все последние годы по 40% всех ресурсов. Китайцев уже полтора миллиарда. Индусов почти уже миллиард. У них прирост населения больше, чем в Китае. Если они своим трудолюбием смогут достичь нашего уровня жизни, то китайцам понадобится как минимум 40% всех ресурсов. Индусам тоже надо будет как минимум 40%. Нам по-прежнему нужно будет как минимум 40% всех ресурсов планеты. И уже становится совсем немножко тесновато. И в то время как на бирже труда все еще пытается пирог разделить на три части по 40%, остальные 4 миллиарда людей на планете задаются вопросом, а что же достанется нам? Ведь остается еще 4 миллиарда людей. Они же ничего не получат. Вы что думаете, они останутся этим довольны? Думаете, африканцы еще 50 лет будут ждать, пока счастье к ним придет? Нет, они придут к своему счастью. И когда-нибудь они будут приплывать не на одной маленькой лодке, а будут приплывать на нескольких лодках. И тогда будет недостаточным смотреть на то, как они тонут. Придется придумать что-то новое. И это те темы, которые нужно обсуждать. Как нам быть с этим знанием? Поделиться богатые в Германии с теми, кто беднее в Германии. Поделится ли богатая Германия с более бедными странами в Европе? Поделится ли богатая Европа с более бедными странами мира? Или же богатые оградятся от остальных и будут защищать свое богатство в Германии, в Европе, в мире? Это тема, которую нужно сейчас обсуждать. Даже у АФД есть своя четкая позиция. Но вам знакомы эти обезьяны, которые хотят вернуть немецкую марку? Они хотят оградиться и вернуть ФРГ. Это их четкая позиция. Они хотят вернуть немецкую марку и уровень жизни как ФРГ. Хорошее старое экономическое чудо. То время, когда люди, возвращаясь с отпуска с Греции и Испании, говорили, «Эй, там за три марки можно скупить весь буфет. У них там ничего нет. Там можно классно делать отпуск». Вот так должно снова стать. А от остального мира мы оградимся крепостью Европа. Они уже открыто об этом говорят. Это уже делают. «Крепость Европа – это же означает, что мы строим новую стену, или?» Сейчас еще обсуждают, на какой стороне окажутся греки, на этой или на той. Если мы крепость Европа и стену построим, то нужно будет быть готовым ее защищать. Я надеюсь, вы это понимаете. И когда-нибудь нам придется стрелять в тех, кто хочет внутрь, а не наружу. Надеюсь, бывших охранников Берлинской стены можно быстро переучить. Теперь оказалось, что Хонекер, с моральной точки зрения, просто стрелял не с той стороны стены. Это то, о чем нужно сейчас говорить. А нас отвлекают долговым кризисом. Это искусственный феномен. Этот кризис можно решить уже завтра. Потому что все денежные проблемы можно решить. А вот проблему ресурсов нет. Можете даже так скептически не смотреть. Ресурсы на планете конечны. А вот дурость банкиров нет. Деньги можно печатать в любом количестве. Деньги – это ничто, это фантазия. Вы думаете, что закрашенные бумажки вы можете завтра купить булочки? Вы верите в это? Но вот может же случиться, что завтра пекарь посчитает крашеные бумажки глупостью. Скажет, давайте ваши часы, а я вам булочки. Все, это уже было. Деньги могут потерять свою ценность уже завтра. Потому что это не ценность. Это договоренность. И деньги можно печатать в любом количестве. Их даже не нужно печатать. Деньги, которые у нас сегодня есть в таком большом количестве, они не существуют даже в виде бумаг и монет. Только 10% всего количества евро существует в виде бумажек и монет. Остальное – это безналичные деньги. Очень важная величина. Безналичные деньги – это то, что находится на счетах. Деньги создают. Их просто записывают в документацию, и вот вам деньги. Нет ни одной организации в Европе, которая бы ограничивала или предписывала, сколько денег можно печатать. Это не определяет организации, не определяет правительство. Банки могут создавать деньги из ничего. Проблема кризиса не в том, что там пропали настоящие деньги. Если бы там пропали настоящие деньги, дела бы обстояли иначе. Смотрите, если я вам одолжу настоящие деньги. Деньги, которые я сэкономил. Ах да, молодежи же надо объяснить, что такое экономить. Экономить. Экономить – это вовсе не так, как это делает Шойбле, если он берет меньше новых кредитов, чем запланировано. Экономить – это когда вы тратите меньше, чем зарабатываете. Если я вам одолжу 10 тысяч евро с моих накоплений. У вас хороший бизнес-план. Но вы приходите через год и говорите, что вы полностью прогорели. Извините, ваши деньги я вам не могу вернуть. Да, это очень печально, но я ничего не могу поделать. Ведь это были деньги, которые были у меня лишними, иначе бы я бы вам их не дал. Да, я же не даю денег, которых у меня нет. Я же не банк. Банкам можно не только давать в долг деньги, которые им не принадлежат, которые они сами одолжили. Банки дают в кредит деньги, которые даже не существуют. И это нужно сначала понять, как деньги можно создавать из ничего. Объясню на простом примере. Банкам можно раздавать в виде кредитов в 10 раз больше денег, чем у них в действительности в наличии. Короче, если вы положили тысячу евро на счет в банк, то банк может ему дать 10 тысяч в долг. Вы, конечно, спросите, откуда же в банке взялись еще 9 тысяч? Их не существует. Деньги появляются из-за того, что он обещает их через год вернуть. Он подписывает кредитный договор, и там написано, что он через год вернет 10 тысяч плюс проценты, хотя их даже не существовало. Все деньги, что у нас имеются, образуются посредством выдачи кредитов. Так вот, если он придет через год и скажет, что я не могу вернуть деньги, хотя вернуть деньги звучит в этой ситуации немножко смешно, в этом случае банк не может сказать, ну что же, деньги пропали, да и ладно. Банк скажет, подождите-ка, тогда и мы пропадем, а мы же жизненно важны для системы. К тому же мы еще должны этой женщине тысячу евро. Как вы себе это представляете? Что мы теперь должны закрыть банк и идти работать, чтобы вернуть ей деньги? Мы же банкирами стали не для того, чтобы работать. Что же делает в этом случае банк? Он говорит, хорошо, тогда мы тебе дадим 11 тысяч в кредит. Из этих 11 ты заплатишь 10 тысяч обратно, плюс процент и еще небольшой бонус за то, что мы и дальше с тобой работаем. Но эти деньги ему никогда не выплатят. Банк просто записывает документацию, что он теперь должен 11 тысяч. До этого он мог с 10 тысячами что-нибудь приобрести. С бумажкой, в которой написано, что он вернет 10 тысяч, он мог что-нибудь купить. Такую бумажку он и сам мог написать. Вы можете тоже написать на бумажке, что у вас через год будут 10 тысяч, попробуйте с этим что-нибудь купить. А вот если банк такую бумажку делает, тогда это работает. За первый год банк должен был получить 10 тысяч евро обратно и тысячу евро должен был сам. Теперь банк должен получить 11 тысяч и тысячу должен. Банк теперь в более выгодном положении, чем год назад. По балансу у него лучше дела, чем год назад, хотя кредитор обанкротился. Курс акций растет и баланс банков также относится к части ВВП. Через год банк спросит, ну что же с нашими деньгами? А что с ними может быть? Их же у меня никогда не было, они же сразу к вам вернулись. Да, скажет банк. Тогда мы дадим тебе 12 тысяч евро. С них ты заплатишь 11 обратно, проценты и так далее, пока он не станет должен банку 20 тысяч. Теперь он должен 20 тысяч, хотя прогорел всего на 10. И из этих всех денег реальными были всего лишь тысяча евро. Теперь банк говорит, мы поднимем проценты, чтобы ты немножко побыстрее встал на ноги. Теперь банк скажет, что по словам рейтинговой агентуры, ты совсем бледненький. Пожалуй, мы продадим твои долги. Долги же можно продавать на рынке гособлигаций. Гособлигации – это долги. И банк говорит, что мы хотим продать облигации на 20 тысяч. Кредитор, правда, слабенький, по словам агентуры. Что вы можете нам предложить? Тут подходит он и говорит, я предлагаю вам 8 тысяч. Он – это хендж-фонд. Вам знакомы хендж-фонды? Они собирают деньги у вкладчиков, берут в долг в 10 раз больше этих денег в банках и делают на этом бизнес. Банк скажет, что? 8 тысяч евро за 20 тысяч долгов? Я же тогда сделаю 12 тысяч убытков. У меня же тогда будет 60% убытков на балансе. Как я могу это объяснить своим акционерам? Но раз другого выхода нет, то ладно, но это, однако, больно. Если все пройдет гладко, то банк получит 8 тысяч настоящих денег. Может ей вернуть 1000 евро и останется еще 7 тысяч, которые до этого были только на бумаге. И с этих 7 тысяч евро ему даже не нужно платить налоги, потому что по балансу он понес 12 тысяч убытков. Да, до такой идеи вы бы тоже охотно задумались, не так ли? Да, но хендж-фонд тоже хочет вернуть свои деньги. Он начинает шуметь, мы всех посадим и конфискуем у всех должников имущество, если вы не найдете решение. И тогда общественность скажет, подождите, подождите, спокойней. Мы не можем все пустить под откос, мы найдем решение проблемы. Все мы, конечно, возместить не можем, только 50%. Согласны? Да, хендж-фонд согласен. Хендж-фонд получает 10 тысяч евро. И тоже еще заработал 2 тысячи евро. Банк заработал 7 тысяч евро, хендж-фонд 2 тысячи евро заработал. И кто в конце концов за это все заплатит? Вы. Вы же налогоплательщик. Поздравляю. То, что мы с вами здесь проделали с 1000 евро, банки делали это с миллиардами. Страны должны все время брать новые кредиты, потому что они не могли вернуть деньги. И к тому же еще и проценты. И немцы делают все то же самое. Уже 30 лет. Мы еще не вернули ни одного евро по кредитам, которые мы взяли. И каждый год мы берем новые кредиты. И когда-нибудь эти деньги нужно где-то взять. Кто-то должен в реальной экономике эти деньги заработать. То, что банки пишут в бухгалтерию. И это трудящиеся. Налогоплательщики. И это то, что они делают. И уже 5 лет мы в Европе кормим это сборище мерзавцев. Мы спасаем эту систему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова